Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня я веду я, Михаил Горин, мой собеседник, украинский политолог Вадим Карасев. Вадим, приветствую вас. Приветствую вас, Михаил. Приветствую зрителей. Несколько дней прошло с тех пор, как в Киев бывал глава ЦРУ Соединенных Штатов Америки Улиам Бернс. И СМИ продолжают активно обсуждать возможные итоги этого визита. Достоверных данных нет. Какие-то сведения просачиваются, потом они опровергаются, потом подтверждаются. В общем, трудно понять, что было на самом деле. Но, тем не менее, вот, допустим, газета «Вашингтон» писает, что он, Бернс, внимательно ознакомился с планами наступательных действий. Ему были сделаны заявки на новое вооружение. Но самый главный политический результат этих переговоров был в том, что вроде бы было подтверждено согласие обеих сторон, я имею в виду американской и украинской, к тому, что в любом случае после этого наступления должны наступить переговоры. В частности, указывается в другом СМИ, что Украина намерена дойти впритык к Крыму, то есть до уровня огневого поражения, и после этого начать переговоры с Россией. Скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, это сознательные утечки? Это специально созданный сигнал для России, что переговоры возможны и не только со стороны США, а уже и со стороны Украины? Или же это просто все спекуляция на пустом месте, потому что вслед за этим сразу было заявление Владимира Зеленского, который сказал, что нет, переговоры возможны только после того, как мы вернемся к ситуации 1991 года? Ну, смотрите, утечка произошла или прошла через Вашингтон-Пост. Совпадение, как говорят, визбестно моих доте, не думаю. Это серьезная пресса, Вашингтон-Пост и Нью-Йорк Таймс, это два крупнейших издания американских и близких к нынешней администрации. Понятно, что утечка это сделана специально. Это раз. Ну, в русле тайной дипломатии. Помимо публичных заявлений во время войны, помимо официальных, скажем так, чиновников, главы Газепа, Минобороны, Салливана и так далее, есть еще и фигуры тайной дипломатии. Вот я сейчас перечитываю книгу Лоуренса Риса. Гитлер, Сталин и Запад. Тайная дипломатия Второй мировой войны. Ну, в общем-то, во многом похожи, скажем так, вот эти все тайные дипломатические контакты. Тем более, что Билл Бернс, бывший посол США в Соединенных Штатах Америки, извините, в России, хорошо знает Путина, хорошо знает российское руководство, российские дела знают. Во-вторых, один из самых умнейших людей нынешней администрации Байдена, это по мнению многих. В-третьих, это человек, который выполняет именно деликатные, конфиденциальные поручения президента США Байдена. Кстати говоря, в традиции многих американских президентов, которые часто использовали либо личных друзей, либо вот такого рода крупных политических и административных фигур, как Бернс, обходя Госдеп или там Совет национальной безопасности при президенте, для того, чтобы выполнять наиболее деликатные и, скажем так, перспективные проекты в русле тайной дипломатии. И, кстати говоря, мы же знаем, тоже уже были утечки о том, что бывает, и точнее так, во время войны происходят, хотя не частые, но тем не менее регулярные встречи по линии разведок. Билла Бернса, ЦРУ и главы внешней разведки Нарышкина со стороны России. Да, известно, что Бернс говорил по телефону с Нарышкиным в то же время. Да, поэтому все это, скажем так, я бы не относил к конспирологии. Я бы отнес это как раз к тайной дипломатии во время войны, которая необходима. Вадим, тогда извините, я вас перебью, я хочу просто уточнить, на ваш взгляд, а для чего, если это утечка сознательная, то кем сделано и для чего? Потому что вариантов может быть много. Может быть вариант того, что американцы сознательно сделали эту утечку, чтобы поставить в определенное положение Киев перед фактом, грубо говоря, Киев, что вот нужно договариваться. Это могла быть сознательная договоренность и Киева, и Вашингтона об утечке, и сигнал, что в возможных переговорах будет участвовать и Украина тоже. То есть вариантов может быть много. Как вы вот будете трактовать это? Я думаю, что все-таки какая-то тут согласованность есть Украина и США. Другое дело, что публично на данном этапе Зеленский об этом прямо сказать не может. Но в принципе здесь озвучено, вот в такой форме, то ли да, то ли нет, и не то, чтобы да, и не то, чтобы нет. Ну, в общем-то, понятно, для того, чтобы, скажем, туман оставался, туман дипломатии вот этой тайной оставался. Фактически, какие две вещи тут? Первое, что в этом году никто не рассчитывает на освобождение Крыма военным путем, крайней мере. Главная задача, вот, скорректированная на этот год военной кампании, причем еще есть вопрос, насколько она реалистична, но, тем не менее, задача поставлена, это продвинуться настолько, сколько можно вот к территории Крыма для того, чтобы уже с этих позиций, с этих территориальных позиций и военных позиций уже, скажем, мог быть, мог попасть Крым под угрозу, потому что достают, могут достать дальнобойные ракеты, которые американцы могут предоставить, могут британцы предоставить. А это, в свою очередь, означает принуждение России к переговорам. Ну, по крайней мере, так это звучит в этом сценарии. Потому что, в чем там, скажем, ну, Сымэс, как говорят, так или фишка? В том, что это угроза Крыма, а особенно Севастополя, Черноморского флота военно-морских сил Российской Федерации, заставит Россию пойти на переговоры, пойти на компромисс, пойти на уступки по другим, скажем так, деликатным или там вопросам послевоенного устройства, или там заморозки конфликта, или по территориальным вопросам, потому что Россия не хочет рисковать Крым. Я называю это вот такой план Бёрдса, который заключается вот этим предложением. Принуждение России к миру. Я думаю, что это тоже и украинский план. Потому что, почему? Потому что, возможно, все-таки Бёрдс не настолько наивен, сколько другие соавторы такого плана, если он есть. Подчеркиваю, давайте все-таки не исключать. Или, скажем так, осторожно утверждать, так, наличие такого плана. Потому что вряд ли Россия пойдет вот так принудительно на переговоры для того, чтобы разменять Крым в обмен на какие-то уступки или заморозку конфликта, или там на соглашение. Крым в обмен на, например, прием Украины в НАТО. Или там прием на, прием, обмен Крыма в обмен на переверужение Украины со стороны западной коалиции. Но, тем не менее, этот факт интересен. Почему? Потому что публично это заявляется, что победа до тех пор, пока не будет освобожден Крым и так далее. Но все понимают, что это нереалистичный план. А вот холодно такой трезвый реализм, все-таки, несмотря на наивность определенную, так, о чем я уже сказал, он присутствует в этом плане, что Крым освободить, и даже все территории, скажем, до 2014 года, может быть, и не удастся. Поэтому надо искать какие-то компромиссы. В общем-то, это, если это так, то только подтверждают все наши с вами предположения, что все-таки есть желание и есть необходимость, и, наверное, вот к этому все идет, чтобы в этом году как-то финализировать, по крайней мере, активную или непосредственную фазу войны, горячей войны, перевести это все в какие-то другие формы, уже не военного, а военно-политического противостояния. Теперь второй вопрос. Почему Россия может не согласиться? Потому что это, как ни крути, но все-таки может стать, или может быть воспринято как поражение России. Это раз. Во-вторых, ну разве в этом заключается цель Путина, чтобы сохранить Крым, но, тем не менее, окончательно потерять Украину в плане либо ее членов НАТО, либо перевооружения, или, например, допустить наличие военной базы Соединенных Штатов Америки, в Украине, или там модель военного союзничества между США и Украиной по модели Израиля, например, о чем тоже заявляется. Думаю, что нет. Так что Россия будет тут вряд ли согласиться. Но это уже будет зависеть от того, что будет происходить на поле боя. Какая там будет ситуация оперативная. Будет ли там стратегический перелом в ходе этой военной кампании, которая сейчас идет. Так, в общем, там это решается. Но уже, я так понимаю, взгляд американской администрации, администрации Байдена и украинского руководства все-таки уже направлен за пределы вот этой военной кампании. На урегулирование, в какой форме, это еще непонятно. Как говорится, события на поле боя покажут. Но, тем не менее, уже вопрос прорабатывается. Почему главный вопрос? Потому что, на мой взгляд, так не получится сегодня освободить все территории и обеспечить, скажем так, конец победоносной войны. Победоносной войны не будет. Она будет в той или иной форме, скажем, завершена компромиссом. Это раз, а во-вторых, администрации Байдена нужно снять эту проблему. Ну, например, будет идти военная кампания опять. Бои на поле боя. Может, мы не застрахованы от неуспеха Украины или определенных тактических или оперативных поразований и тому подобное и так далее. Надо ли это Байдену во время избирательной кампании? А она начнется в конце этого года, в начале 2024 года, начнутся уже праймерис. И мне кажется, вот к праймерис демократической партии нужно проблему войны в Украине или конфликта в Украине, войны России и против Украины, по крайней мере, заморозить, оттеснить фон, вывести на второй план, чтобы она не была первополосной новостью, не была номер-ван в повестке избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки. По поводу НАТО, вы несколько раз упомянули эту проблему, а она еще становится более очевидной с учетом предстоящего саммита. В эти дни и сам президент, и его представители сделали несколько очень жестких заявлений по поводу возможного участия Украины и в этой встрече, и вообще в НАТО. Суть которых этих заявлений можно коротко сформулировать так. Или нам сейчас говорят, каким образом мы будем в НАТО, или нам там нечего делать, имеется в виду на этой встрече. На ваш взгляд, это не слишком высокое дерево, на которое забралась администрация Зеленского. Ну, дерево высокое, но если это рассматривать как завышение переговорных позиций, то ничего тут удивительного нет. Проси больше, дадут столько, сколько надо. Потому что все сразу не дадут. Ну, типичный, скажем так, дилерский подход. Да, он, скажем, на грани шантажа, может быть, даже. Ну, герзости, не всем это нравится в Европе, ну, как говорится, игра стоит свечи, кто не рискует, тот в таком, скажем так, торге. И чем это кончится, на ваш взгляд? Чем это кончится? Ну, я думаю, что все-таки наша цель – это получить открытую, ну, скажем так, членство с открытой датой. Но какие-нибудь, может быть, дадут какую-то военную помощь больше. Потому что, я так понимаю, членство НАТО не будет, это понятно. Даже с открытой датой. Потому что это тогда НАТО должно на себя взвалить бремя вообще войны, полное окончание войны и победы Украины. Тогда как бы НАТО ответственна за все, что будет происходить с Украиной. Даже если это не фактическое членство НАТО, но уже, скажем, решенный вопрос, но с открытой датой. Почему? Потому что надо тогда принимать Украину, рано или поздно, для того, чтобы ее принимать, надо что? Побеждать Россию. Надо решать территориальный вопрос. Вот на такой страны НАТО не поймут. Но вопрос же сейчас и по-другому. Вы понимаете, что на фоне как бы застоявшегося наступления, так, ну, скажем так, пребывает в такой, ну, не в той динамике, на которую рассчитывали ни мы, в Украине, ни Запад, возникает вопрос, а что дальше делать? Ну, например, уже прозвучали со стороны военного комитета НАТО, если не ошибаюсь, там, адмирал Бауэр, так сейчас назовляет этот комитет, эстонец, заявил, что F-16 на эту военную кампанию Украина не получит. Что вообще это дело уже, ну, скажем так, не ближайшего будущего. Ну, и ряд других, скажем, таких скептических заявлений, прессе, и пока это так между срок и в выступлениях отдельных представителей НАТО и Тольца, вот, который давал интервью АДР телевидению Германии, так, в понедельник, да, и американцев, что, вот, как дальше действовать? Если не получается успешное наступление или контрнаступление, если оно пока, по крайней мере, пока, на данном этапе, ну, носит, не носит характер широкомасштабной наступательной операции стратегического значения, пока только есть тактические, скажем так, измерения и тактические успехи, то что дальше? Либо увеличить помощь, серьезно, для того, чтобы обеспечить стратегическое значение, стратегический перелом в ходе этой наступательной операции, либо как-то сворачиваться, либо как-то сворачиваться, потому что, ну, если не ощущается вот это ощущение, нет ощущения военного успеха и военной победы, стратегического перелома, тогда вопрос, а что? Дальше, если инвестиции, дальнейшие инвестиции не приносят этой прибыли в виде военной победы. Так вот, сейчас задача минимум для Украины, так, программа минимум для Украины, все-таки, чтобы военная помощь шла как минимум в тех же объемах, которые шла, и даже была увеличена. Кстати говоря, в этом какие-то есть подвижки, есть, потому что Писториус, министр обороны Германии, заявил о том, что еще 20 леопардов Германия и Польша, причем второй модификации, да, предоставит. Так что, вот, и решить проблему все-таки с авиацией и, возможно, дальнобойными ракетами, потому что американская администрация пока еще в размышлениях относительно предоставления Украины ракет дальнобойных, вот этих атакам С. Так что, вот это задача минимум, задача максимум, но как уже получится. Главное сейчас, чтобы западные партнеры Украины, ну, скажем, продолжали верить и были уверены в том, что широкомасштабная наступательная операция будет иметь стратегическое значение и, соответственно, успех. Вот поэтому вот эти ставки делаются сейчас на такие, со стороны Украины, на Вильнюсский саммит. Наверное, это, и мы будем, и уже ощущаем то, что происходит на линии боевого соприкосновения, там, на линии фронта. Но вот пока так, проси максимум, получишь то, что получишь. Иначе, если будешь просить минимум, то, может, и ничего не получится. Еще одну тему вопросу у вас прокомментировать на сей раз политическую. Было выступление на этой неделе в Верховной Раде президента, достаточно большое, объемное, его внимательно комментировали, и некоторые эксперты расценили программность этого выступления как практически вступление Владимира Зеленского в президентскую гонку. В принципе, там не было ни слова о будущих выборах, о том, вообще они состоятся в условиях войны или нет, и будет ли в них участвовать Владимир Зеленский. Но вот так отнеслись к нему многие политологи. Вы разделяете эту точку зрения? Всегда надо быть к выборам готовым. Даже если ты говоришь, что выборов не было до окончательной победы Украины, то есть до освобождения Крыма. А может, это делается для того, чтобы расслабить соперников. Чтобы они не были готовы тогда, когда будет отменено военное положение, будет уже оглашена избирательная кампания. Ну, март 24-го года остается. Резидентские выборы будут по-любому. Вопрос в другом. А когда парламентские выборы будут, которые в октябре должны быть, по Конституции 23-го года? Тоже все может быть. Понимаете, вот часто, когда говорят, будут выборы, не будут выборы, все исходят из стабильности нынешней ситуации. И, соответственно, экстраполяции там на 3-4 месяца вперед. Ну, сейчас вот идет такое же как бы. Ну, я бы не сказал, что застой, но затища такое. Вот нет. Ну, помимо военной кампании на востоке Украины. Ну, так как-то все функционирует. Там оживают политические силы, оживает дискуссия и даже противоречия. Если говорить вот по, скажем, отношениям между киевским мэром и центральной власти. Так? Но все почему-то экстраполируют, что оно так и будет. А если ситуация на фронте радикально изменится? Она может измениться как в одну, так и в другую сторону. А это уже потребует не только, скажем, дипломатические каких-то усилий, но и для того, чтобы подкрепить дипломатические усилия или дипломатические, компромиссные, или дипломатию вынужденного компромисса, необходимо будет подкрепить чем? Новым кредитом доверия избирателей. Ну, как в Армении было, то же самое, когда Пашинян пошел на досрочные парламентские выборы во время Азербайджана-армянской войны, выиграл выборы снова под жесткой критикой, несчастной критики оппозиции, недоброжелатели, выиграл эти выборы и получил поле для маневра. Новый мандат доверия, новый кредит доверия, новый электоральный мандат дал ему возможность быть более гибким при решении вопросов выхода из войны или завершения войны, или послевоенного мира в Украине, ну и так далее, потому что вопросов будет много, масса, послевоенных границ, восточные границы Украины, проблема Крыма, оккупированных, аннексированных территорий, если не все, они будут освобождены. Так, а давайте смотреть на это реалистично, и политики должны смотреть на это реалистично и обсуждать такие возможные варианты, но не обязательно это в любую, как говорится, публично, но тем не менее в кабинетах, в кулуарах такие вещи просто необходимо обсуждать. Так вот, считаю, что да, и поэтому многие заявления Селенского с трибуны Верховной Рады можно и нужно рассматривать не только как послание миру, так вот, от Украины, что много вопросов было связано уже и с послевоенными делами. Ну, например, там ситуация как энергетику зеленую вот в Украине в послевоенное время и перевоенное восстановление. Мы знаем, что конференции проходят недавно в Лондоне по инвестициям в послевоенное восстановление Украины. То есть уже какие-то идут контакты послевоенные прикидки, пристрелки, так, извините, милитарный термин пришелся тут, не кстати. Так вот, то же самое и касается Зеленского. Поэтому, да, что-то в этом есть. Я бы не категорически, скажем так, не наставил на этом, но в то же время исключать того, что президентская команда готовится к выборам, я не стал бы. Я вижу не только это по выступлению президента, а по и тем шагам во внутренней политике, которые президентская команда сегодня реализует, осуществляет. Но это уже тема другого плана и, наверное, уже другого программы. То есть, подытоживая новости последней недели, можно сказать, что все будет упираться в то, как будет проходить военная кампания. Без этого все равно никаких подвижек не будет. Я думаю, что военная кампания как сегодня? Я вижу, что сегодня сейчас атакующий потенциал Украины несколько снизился. Украина бережет ресурсы. Во-вторых, вот как заявил только что секретарь РНБО Данилов, что мы переходим к другой тактике истощать российский оборонительный и наступательный потенциал. Удары по логистическим центрам, складам и так далее. Тут работает больше артиллерия, а не штурмовая пехота и не танковые и БТРовские колонны. Но главное здесь что? Не допустить контрнаступления России. Потому что Россия тоже действует, и мы с вами говорили неоднократно, в режиме атакующей обороны. И кто знает, поскольку два корпуса резервных или две армии резервные уже есть, как докладывал Шойгу Путину, так, возможно, они готовятся к контрнаступлению, потому что заморозка конфликта по линии фронта нынешней, их тоже не устраивает, как и Украину. Но вот не устраивает ни Украину, не устраивает ни Россию, а может оказаться так, что вот где-то вот в таких параметрах и начнется обсуждение уже финализации вот этой стадии войны и замораживания конфликта. Вадим, спасибо, что были с нами, за ваши комментарии. На этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был украинский политолог Вадим Карасев. До свидания. Да, спасибо, Михаил. Спасибо.